Сегодня на даче целый день, 13 октября. Смотрите, какое небо розовое, красивое. А что я делаю? Сейчас покажу. Вот наш грунт. У нас с утра был минус, потом потеплело немножко. И вот где отдалбливается, где нет. Здесь вот хорошо как бы делаю. А здесь вот он дубовый. Тут потому что накрыто было. И вот ношу в теплицу. Уже заканчиваю теплицу. Сейчас покажу ее. Подготовила к весне теплицу, где у меня росли огурцы и перцы. Посыпала все золой. Тут сверху, а остальное вовнутрь. И сверху наносила перегной. А это мульчу собрала. Под мульчой тоже там перегной. Идет пар изо рта. В теплице даже меньше, чем 0 градусов, потому что двери открыты, а я носила. Вот эта теплица у меня готова уже. Я, наверное, удобрение им еще посыплю сверху осенью. Тут кулышки сложила, все вынесла. Всем привет, друзья! На даче 14 октября. Вчера вечером доделала одну теплицу. Сегодня приступаю к другой. Вчера вот тут начала носить. Три ведра уже принесла. Земли. Сейчас освобожу все лишнее и буду продолжать работу. Подготовила вторую теплицу к весне. Воду из леек я вылью, оставлю в красной. Она треснутая сверху, ручка треснутая. Посмотрим, перезимует она или нет эта лейка. Сейчас еще поставлю короб железный. Наполню его землей для рассады. Занесла в теплицу воду на весенний полив, рассады. Крышки открутила. На весну вот заготовила 140 литров перегноя для посадок в теплице каких-то. И еще в кастрюльку тоже набрала. На дно там растительные остатки и сверху грунт. Тут у меня перец рос в этом сезоне. Воду поставила. Олейки, говорила, уже вылью потом, кроме одной. Ну, почти что теплица готова к весне. Возможно, что еще понабираю в кашпо грунт, но не сегодня. Сейчас пойду золу сеять. Вот зола у меня из печки. Там много гвоздей. Я буду через такое сито просеивать. И потом у меня в сарайке лежит железный такой контейнер. И туда буду высыпать. Уберу гвозди. Столько золы получилось у меня и столько мусора. Это зола. С прошлого раза она хранится в ящике в этом. Я ее сейчас рассыплю по картофельному полю. А эту высыплю в ящик. Новая зола. Ту я рассыпала еще раз по клубнике. И по полю, где будет картошка посажена. А эту уберу в сарай. Красиво. Луна какая. На даче уже работу заканчиваю. Пятый час. Целый день провозилась вот с этой грядкой. Это грядка под морковь. Она была вся в пырее. Очень много пырее выкопала. Бордюры переделала. Прогнившие были совсем. На старые доски, но все же не прогнившие. Посыпала золой, удобрением. Разложила песок. И сверху перегной. И вот остался кусочек. На следующий сезон посажу на эту грядку морковку. Весной еще раз копаю. Сейчас доношу еще перегной. Ношу вот тут рядышком с кучей с этой. Грядка готова полностью к весне, к весенним посадкам. Еще наполнила сегодня три компостника. Вот этот. Еще один остался. Середина октября. Салат растет. Он подмерзает, но есть его еще можно. Эта грядка у меня не готова к весне. Не знаю. Буду я ее, скорее всего, делать весной. У нас дачный автобус по летнему расписанию. Еще будет ездить три дня по удобному расписанию. И на этом я буду завершать дачный сезон. Может, я, конечно, ездить и буду. Но не знаю, когда. Все покрыто из морозью. Где-то на солнце подтаивает. Вот я попыталась копать грядку. Пока еще трудно берется. Пусть еще часа два будет на солнышке. Потом ее начну копать. Вот так у нас все выглядит. Я как раз траву не убрала. И все вот так покрыто имеем. По ночам у нас вчера минус шесть было. Сегодня минус четыре. Может быть, и больше минус был. Точно я не знаю. Двенадцать доходит. Ничего не растаяло. Пойду я за калиткой и буду убирать поросль. Вот эту часть хочу убрать. Так она выглядит. Покажу. Это под забором у меня на улице. Это вырежу. А потом мне еще предстоит... Не знаю, завтра я уже буду заканчивать сезон. Вот здесь у меня малина и шиповник. И тоже поросли полно. Долго растапливала печку сегодня. Не знаю, где моя собачка эта. Приезжаю. Она где-то до трех часов где-то находится. Бегает. Живет она через один участок от меня. Ну, не знаю. Может, сейчас она нашла уже и другое место. Я ей также продолжаю еду привозить. Так же, как буду приезжать или просить людей, тоже еду тут оставлять. Эту еще надо разобрать кучу. Не хочу оставлять ее на весну. Хотя бы ветки постричь. Может, сейчас начну обсягать ветки даже. Это перенесу, чтобы тут не лежало. У меня тут пока склад дров. Это я заменила вот эти бордюры. Вот как муравьи их выгрызают. Полностью доску сожрали. Она была целая. Половина кучи перерезала сейчас. Вот вышло сколько веток с нее. Все перенесла к домику. Здесь будет проще пилить. Работаю под забором. Расчищаю территорию. И траву рву. Представляете, вот такой ножовочкой. Очень легко ее срезать. И вот тут у нас тепло. Солнышко тепло. Я даже снимала куртку. Решила вырезать. Вырезать до этого столба. Сегодня, не знаю. Тут самая колючая, тяжелая. Может быть, поменьше вырежу. Посмотрим. И хочу показать, вот какая тут температура. Тепло, солнышко. И заходишь ко мне во двор. Сейчас покажу. На дороге видно изморозь. Где солнца нет. Вот, во двор заходишь. Это я мешок нарвала. Это я еще другую собаку кормила. Это он забежал во двор ко мне. Пока открыто было. Тут поел еще, рассыпал все. Черный какой-то пес появился. Но он уже как бы месяца полтора я его вижу. Как осень у нас собаки появились на дачах. Тут все изморозью покрыто. Целый день. Даже не таять. Сегодня такой ко мне пришел. Не бойся. А я же тебе даю кушать. Вот такой песик. Я ему дала. Я Джессики этой своей много привожу еды. Вот я ему каша с мясом там. Сейчас будет есть. Отойду. Он точно такой же, как Джессика. Боится. Вот я тут расчистила. Такую кучу нарезала. Тут с травой уже не выбирала траву. Малина, шиповник, деревья какие-то, поросль. И дошла. Я еще не дошла, как хотела. Еще много вырезать. Я сейчас посмотрела. В шоке тут шиповник в основном. Ну и поросль, деревья. Время уже пятый час. Вырезали в прошлом году. То ли весной, то ли летом. И вот так вот зарастает. Ну полтора года где-то назад вырезали. Заросло. Я хочу еще вот здесь, возле калитки, наверное, от этой части до конца забора пройтись. Сегодня. Вот эту хотя бы часть еще. Ну сейчас посмотрим, как пойдет работа. Если успею. Разложила семечки для птичек. Вот. Распробовали. Узнали. Тут толпы летают. И синицы, и еще какие-то. Здесь они клюют. Хорошо уже распробовали-то. Время 5.30. У нас темнеет. И я вот что сделала здесь, с этой стороны. Больше запланированного. Хотела дойти до этого столба, но дошла здесь и работу прекращаю на сегодня. А там не делала дальше. Вот так вот. Сейчас вынесу мусор этот на мусорку, а это на ростовку тут набрала. Старые ветки обломанные. Как и не знаю, где она обитает сейчас. Кормит ее кто-то, кроме меня или нет. Но она ко мне приходит где-то с 12 до 3 кушает. Иногда вечером. А бывает, что и не приходит вечером. Она всегда вроде бы голодная или просто впрок ест. Вроде ребра меньше видно у нее теперь. Откормила я ее за полтора месяца. Рядышком на солнышке. А в прошлый раз другая собака сюда же приходила. Друзья, 18 октября. Я на даче уже полшестого вечера. Я сейчас чуть позже покажу, что сделала. А вот эту елочку, она напротив моего участка. Она вся в шиповнике. Береза, тут шиповник вокруг. Ее всю тут притесняют. Я сейчас вырежу быстренько шиповник. А потом покажу, что я сделала. Уже плохо видно, конечно. Вот такую кучу я срезала вокруг елочки. Просто я ее увидела сегодня и решила вот так сделать. И вот она такая стала красивая. Я ей потом обрезочку сделаю весной. И пока она такая будет. А эту кучу я отнесу на мусорку. Вот я несколько дней чистила под забором. Я показывала, как было. И вот осталось две кучи. Три я сегодня уже вынесла. Это вот мусор. Я выносила мусор. Такой наборчик. Зажигалка, банки, бутылка. И вот две кучки. И я свяжу с той кучкой, которая под елочкой. Вынесу все. И вот вам покажу свою работу. Уже вечер. В общем так, друзья. Я сегодня как бы завершаю дачный сезон. Но ездить буду. Расписание нормальное дачное. Можно приехать вот в 11, в 3 уехать. Часа два что-то поделать. Там снег почистить. И вот до конца так все. И тем более у меня еще не решен вопрос с собакой. Я думала, что она где-то пристроилась. Потому что она появляется в обед. Строго в обед приходит кушать ко мне. И вечером иногда, не всегда. Вот бузину оставила. И вот она, она ждет. Она ко мне не подходит. Но ждет, когда я ее покормлю. Видите, она как боится, но следует за мной. Я ее зову Джессика. Джессика, на-на-на-на-на-на-на. Она знает. Она сейчас пойдет за мной. Я ее буду кормить. А потом уже мусор вынесу. И все, если у нас вообще потемнеет. Поеду на автобусе. Два дня там я с тетей ездила. Даже три дня через один тетя приезжала. А так я каждый день на даче. Потому что мне нужно было доделать. Вот я под забором сделала. А на участке-то я не все сделала еще. Сейчас ее покормлю. Я привезла сегодня большую кастрюлю еды. Два раза покормила. Но завтра я не смогу приехать. Поэтому я ей где-то насыплю. Вот она идет за мной. Следует. Буду насыпать ей сухой корм. Она сегодня будет третий раз есть. Такую кастрюлю она съела. А тут мне тетя печенье еще привезла. Ну это вот я кашу с мясом варила. Тут и пельмени, и все. Тут и тушенка. И хлеба сейчас накрошила. Накрыла вот целлофаном доски. Все уже меньше промокнут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...